Дорогие друзья, доброго времени суток! Я приветствую вас на канале Око Таро. Зовут меня Ольга и сегодня я хочу представить вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 1 по 7 июля для знака зодиака скорпионы. Уважаемые скорпионы, напоминаю, что гадание имеет общий характер, поэтому, конечно, проиграться может не для всех, даже если прошлые недели у вас полностью резонировало. Столько людей, столько судеб. Возможно, в этот период информация будет более актуальной для другой категории людей, но все равно, в любом случае, присоединяйтесь. Сейчас, по традиции, вы можете загадать колоде один вопрос, всего лишь один, который был бы для вас актуален на период этой недели. Вот что вы хотите узнать, сбудется или нет? Колода вам даст ответ, но если вы уже заранее знаете ответ, то, конечно же, не стоит спрашивать. Спрашивайте что-то то, что для вас самое-самое важное в период этой недели, то, что могло бы для вас проиграться и сбыться. Ну, надеюсь, что вы все в прекрасном расположении духа, и мы с вами начинаем. На моем столе, вы видите, есть еще дополнительные колоды, возможно, я буду их брать для дополнений. А мы с вами начинаем. Последние приготовления. Все свои желания загадали. Карта, которая останется на дне колоды после выкладки всех карт и будет являться ответом на ваш вопрос. А пока мы с вами приступаем. Итак, первая карта покажет ваше настроение, ваши эмоции, ваши мысли, ваши желания на начало этой недели. Так, интересненько. Дальше мы посмотрим общий фон событий всей недели, каким он будет для вас. Также мы посмотрим, что происходит в ваших парах для тех, кто в паре, для тех, кто в партнерстве. Как вы относитесь к своему партнеру и как ваш партнер или ваша партнерша относится к вам и что чувствует. Дальше мы посмотрим, что происходит в вашей рабочей, деловой сфере и что происходит у вас во взаимодействии с другими людьми в социуме. Насколько это общение для вас позитивное, негативное, что оно с собой несет. Также, конечно же, мы помним и об одиноких скорпионах, которые только ищут свою вторую половиночку. Что для вас на личном фронте на этой неделе? Эта карта будет показывать исключительно то, что в личной вашей жизни. Далее мы посмотрим ваше настроение, но уже на конец этой недели, что поменяется и какими у вас будут мысли и действия. И карту для вас совета по традиции, что нужно делать для того, чтобы избежать ошибок в каких-то важных для вас делах. Тоже пока в закрытом виде. Вы помните, уважаемые скорпионы, карта, которая осталась на дне колоды, является ответом на ваш вопрос. Колода пока отдыхает в стороночке, а мы с вами начинаем чтение вашего недельного расклада. Итак, первая карта покажет ваши мысли, ваше настроение, ваши эмоции и что происходит, уважаемые скорпионы. Здесь такое воинственное состояние, состояние борьбы, состояние конкуренции. Возможно, вы находитесь в какой-то конкурентной борьбе с кем-то и у вас в голове именно это. То есть вы, может быть, обдумываете то, как ответить правильнее и лучше своим конкурентам. Также это может быть любая борьба, в которую вы втянуты по воле случая. То есть, возможно, вы даже сами какую-то ситуацию не провоцировали, не шли с кем-то на прямой конфликт. Но как будто бы люди извне создали какой-то конфликт, в который вы втянуты. И где-то вам приходится кому-то отвечать. Возможно, это какие-то конфликты, которые тянутся еще с прошлой недели. Возможно, это пока только то, что в вашей голове. А возможно, у кого-то уже на начало недели такая ситуация уже имеется. Конечно, ситуация борьбы, ситуация противоборства и желания друг другу что-то доказать. Здесь такое вот именно яростная борьба. Но очень часто эта карта показывает все-таки конкуренцию и говорит о том, что не другие. Рядом с вами есть люди, которым, скорее всего, как-то вот вы не безразличны. В том плане, что может кто-то где-то завидует вашим успехом. Может быть, еще чему-то завидовать можно чему угодно. И здесь сознательно вам кто-то может в чем-то, в каких-то делах ставить палки в колеса. И из-за этого может быть конфликт. Здесь по этой карте, как могут говорить и плести интриги за вашей спиной. Также и в лицо вам тоже могут говорить какие-то язвления, какие-то колкости. Но что еще интересного я хочу вам сказать по этой карте. Даже если вы работаете в каком-то коллективе. И у вас в коллективе между вами такая междоусобная война. То, тем не менее, вы как в своем маленьком болотце. Но есть внешние факторы, силы, которые выше этих обстоятельств. Которые в любом случае здесь никто, ни прав, ни виноват. Есть верхушка, которую вы не видите в этой ситуации. И эта верхушка над вами давлеет. То есть это могут быть люди в лице начальства, либо еще кого-то, кто может как-то эту ситуацию сознательно или несознательно провоцировал. То есть вверху там что-то, какие-то движения происходят, а внизу люди начинают драться и выяснять отношения. Вот примерно так. Давайте посмотрим общий фон всей недели. Но общий фон всей недели довольно-таки неплохой. Здесь выпала для вас карта троечка жезлов. Эта карта, конечно, показывает и торговлю для кого-то, и бартерные сделки, и может быть каких-то заграничных партнеров. Конечно, эта карта говорит о том, что что-то вы делаете. Вы не сидите на месте, сложа руки. Вы работаете. Во что-то вы вкладываетесь. Что-то вы взращиваете. И по этой карте вы ожидаете результата своих плодов. Возможно, вы ждете каких-то обратных сообщений. Или вы послали кому-то весточку, да, или вы сделали какое-то действие и ждете от кого-то ответных действий. Но, конечно, здесь может быть все, что угодно. Это может касаться и отношений, и работы. Конечно, эта карта больше показывает работу и работу в большом коллективе. Когда в коллективе больше двух-трех человек. И, конечно же, эта карта говорит о том, что вам, может быть, в вашей работе, в вашей профессии отдается как ведущая роль. Или вы как старший звена, или главный, или, может быть, вы администратор. Но вот в чем-то люди, которые находятся рядом с вами, надеются на вас, на ваши какие-то действия. И в зависимости от того, какое решение будет принято вами, так и остальные люди будут уже себя вести, соответственно, по вашим действиям. Но, конечно, по этой карте идет к вам уважение. Люди хотят с вами работать, хотят сотрудничать. Карта, конечно, замечательная. В любом случае, она предвещает вам рост. Тройчика всегда говорит о росте. И о правильном курсе, который вы для себя выбрали. Но неплохо. Давайте посмотрим теперь, что же происходит в ваших личных отношениях. В парах. Для тех, кто в паре. Как вы относитесь к своему партнеру или к своей партнерше? И здесь для вас, уважаемые скорпионы, выпала карта Девяточка Пентакли. Это карта, конечно, красивых людей, счастливых людей. Где-то, ну таких, я бы сказала, обнеженных судьбой и солнцем. Да, вот на этой неделе судьба вас немножечко в чем-то понежит. Может, по крайней мере, в отношениях. Ну, даже если вы не работаете или пока к вам не поступают какие-то большие финансы на вашей работе. Даже если это так. Ваш партнер, ну, будет зарабатывать денежки. Вот по карте Туза Пентакли. И какие-то прекрасные шансы и возможности в вашей паре появляются. Возможно, купить что-то новое в дом. Возможно, сделать какую-то в доме реконструкцию. Возможно, это реконструкция в ваших отношениях в лучшую сторону. Возможно, это какой-то совместный прекрасный отдых. Но здесь вот все, что хорошее, все, что позитивное, здесь все об этом. Ну, у каждого своя ситуация. У кого-то покупки, у кого-то поездки. Но в любом случае душевность, благодать, конечно, удовлетворение в паре вы испытываете. Конечно, не последняя материальная сторона вопроса. То есть вам важно, чтобы и вы зарабатывали, и ваш партнер зарабатывал. Вы любите комфорт, вы любите уют, вы любите красивые вещи, красивые предметы интерьера. И это правильно. Ну и, конечно же, какие-то прекрасные шансы на этой неделе у вас появляются сделать что-то такое приятное друг для друга. Но, возможно, именно ваш партнер готовит вам какой-то сюрприз или какой-то подарочек. И, возможно, даже очень дорогой, неплохой подарочек. Конечно, если говорить о вас, то многие по карте Девяточка Пентакли имеют прекрасное высшее образование. Возможно, вы из тех людей, которые работают на себя. Но и ваш партнер тоже задних не пасет. Тоже впереди, тоже молодец, тоже старается и тоже вкладываются в ваши отношения. Вы вместе вкладываетесь в отношения и вместе над ними трудитесь на ваше общее благосостояние. Конечно же, здесь по этим картам понимание и стабильность в вашей паре есть. И это прекрасно. Давайте посмотрим, что же происходит у наших одиноких скорпионов на этой неделе в личной сфере. И, уважаемые скорпионы, для вас выпала великолепная карта Десяточка Пентакли. Эта карта говорит о том, что у многих на этой неделе состоятся уже свадьбы, помолвки, какие-то вечера, которые вы отмечаете. Ну, может быть, это вы уже решили жить с кем-то совместно и что-то будете праздновать. Конечно, эта карта вообще семейная. Она показывает то, что даже если у вас пока никого нет, у вас есть все шансы на этой неделе познакомиться с человеком, с которым в будущем у вас может быть крепкая и большая семья, в которой будут и дети, и родители, и все будет у вас прекрасно. Конечно, если вы еще также ни с кем не знакомы или только встречаетесь, возможно, эта карта показывает то, что ваш партнер, если вы встречаетесь, приглашает вас в свой дом, знакомиться с своей роднёй. То есть такое приятное общение в вашем или в его доме с родственниками. Но также, может быть, вас кто-то попытается познакомить, но, так сказать, когда, знаете, кого-то с кем-то сводят. Я не люблю это слово «сводничество». Может быть, вас, вот ваша родня хочет с кем-то познакомить. Или вы, может быть, познакомитесь где-то в общем семейном кругу, какой-то праздник, что-то будет отмечаться, и, может быть, будут приглашены ваши родственники и друзья родственников. И где-то вот с кем-то вы можете познакомиться вот именно в такой обстановке домашней, семейной, среди родных и близких людей. Может быть, какие-то знакомые или друзья ваших друзей. Но карта прекрасного будущего, карта говорит о том, что ваш партнер будет с деньгами, конечно же, и вы будете счастливы и довольны. Конечно, что-то очень хорошее грядет, очень хорошее грядет, и десяточка говорит о переменах, о каких-то прекрасных переменах в вашей жизни. Что-то меняется в вашей жизни в лучшую сторону. Это однозначно. Давайте посмотрим, что же происходит в вашей рабочей, деловой сфере на этой неделе. И здесь для вас выпала карта «Двоечка чаш». Это говорит о том, что в любом случае, какими бы ни были проблемы у вас на этой неделе, вы со всеми сможете найти общий язык. Это согласие, это обоюдно какие-то приятные разговоры и желание сотрудничать. Вы хотите с кем-то сотрудничать и с вами также хотят сотрудничать. То есть здесь идет взаимный интерес, притяжение двух партнеров. Вот возможно, у вас есть какой-то такой преданный и верный вам человек, который у вас очень заинтересован и будет вам всячески помогать. Может быть, вы в ком-то настолько заинтересованы, да? Но вы здесь выглядите, как два человека единомышленника. Люди, которые озарены одной общей целью и одной общей идеей. И по этой карте в ваших начинаниях вам помогают даже высшие силы. Какие-то здесь у вас рабочие проекты только в начальной стадии, потому что все-таки это «Двоечка». Это говорит о начале чего-то, да? Только-только зарождающееся какое-то предприятие, либо сделка, либо проект, либо какие-то переговоры. Но все пройдет удачно и, ну так сказать, на высшем уровне. Если говорить о тех скорпионах, которые до сих пор были без работы, на этой неделе у вас прекрасные шансы с кем-то посотрудничать. И вы найдете человека, который будет у вас заинтересован однозначно. Если вы будете искать работу, вы найдете. И, скорее всего, вы будете очень довольны тем партнерством, которое, ну в котором итоге будете иметь. Если говорить о новых договорах, сделках, повторюсь, здесь все будет замечательно. Ну, вот такая вот карта. Давайте посмотрим теперь, что же происходит, что же происходит в сфере взаимодействия с другими людьми, да, в социуме. Вот остальные люди, с которыми вам приходится общаться. И здесь для вас выпала снова карта ЧАШ. Эта карта говорит о больших эмоциях, о большой импульсивности, о большой эмоциональности. Но, к сожалению, эта эмоциональность не очень-то приятная. Эта карта говорит о том, что есть много людей и общения в вашей жизни, которые вы хотели бы поменять. Вы сознательно уходите от каких-то разговоров, вы сознательно уходите от каких-то людей, вы с кем-то не хотите общаться. Возможно, вам кто-то надоедает своими тяжелыми разговорами, навешивает на вас какие-то свои надоедливые программы, да, и у вас желание просто абстрагироваться, уйти, нежелание с этими людьми общаться. Но и также по этой карте идут какие-то обиды на тех людей, с которыми у вас было общение ранее. Может быть, вы сейчас уже как с кем-то в ссоре, уже есть какое-то как непонимание между вами и кем-то, да, и нежелание общаться. Ну, может быть, вы даже по этой карте на какие-то телефонные звонки на этой неделе просто не будете отвечать, просто трубка будет лежать, и вы ее не будете поднимать. Такое вполне возможно. Но здесь немножечко какая-то грусть, огорчение, есть какие-то печали в вашей душе. На кого-то вы здесь обижаетесь по этой карте. Кто-то вас своим общением, так сказать, напрягает. Давайте посмотрим карту, которая выпала для вас на конец недели. Что же с вами будет происходить такого интересного? И здесь для вас выпала карта «Десятки чаш». Снова «Десяточка», уже вторая в вашем раскладе, несмотря на то, что это были у нас одинокие, но тем не менее, друзья, я всегда обобщаю карты. И посмотрите, «Десяточка чаш» говорит о каком-то прекрасном, великолепном отдыхе всей семьей, о каком-то празднике. Может быть, к вам приезжают родные и близкие, может быть, вы с кем-то собираетесь, может быть, детки, внуки, сестры, братья. Но как-то здесь все душевно, позитивно, совместный отдых. Может быть, у кого-то какие-то намечаются юбилеи, праздники, дни рождения, свадьбы, еще что-то. Здесь все тоже замечательно. Душевность, радость, радость от общения. Выходные у вас пройдут просто замечательно по этой карте. Вы наберетесь сил, вы будете счастливы и довольны, и вы будете улыбаться. И это самое главное. Уважаемые скорпионы, две десяточки в вашем раскладе говорят однозначно о том, что на этой неделе какие-то очень важные перемены произойдут в вашей жизни. Будьте внимательны. Может быть, у кого-то в личной сфере, в вашем доме что-то будет происходить такого нового, что-то новое будет ходить в ваш дом, в вашу семью, либо в работе, потому что в работе у вас тоже прекрасные положительные карты. Давайте посмотрим карту совета для вас на эту неделю. И здесь для вас выпала карта семерочки Пентакли. Карта Пентакли говорит о финансовой стороне дела. Эта карта говорит о том, что все-таки основное внимание на этой неделе, несмотря на то, что есть родственники, есть какой-то отдых, все-таки нужно не забывать про работу, про финансы. У кого-то может быть какой-то рабочий проект, который не приносит вам прибыли. Эта карта показывает какой-то рабочий проект, который либо уже угасает, то есть как исчерпал себя, исчерпал свои возможности, и вы как недовольны результатом. Эта карта говорит о том, что вам нужно пересмотреть свои позиции в отношении работы. Возможно, вам действительно с кем-то стоит заключить какой-то новый договор, найти какую-то новую работу, либо выбрать какое-то дополнительное направление и что-то с чем-то совмещать. Не исключено. Но в любом случае уделить внимание именно рабочей сфере, деньгам, потому что это основа, на которой мы стоим. К сожалению, наш мир очень и очень материален. Раздумья. Также эта карта для некоторых может показывать то, что ваши деньги могут быть куда-то вложены, и вы ждете какой-то отдачи, какого-то результата. Но пока вы не можете так быстро этими деньгами воспользоваться, то есть вытащить их назад. То есть вы хотите, может быть, вы куда-то вложились, ожидаете прибыли, но эта карта пока говорит об ожидании и о том, что где-то в каких-то процессах вам нужно еще подождать немножко, но и думать о каких-то новых проектах, не забывать о том, что уже что-то приходит к своему завершению. В общем-то, для вас выпал на эту неделю прекрасный расклад, несмотря на то, что нет старших арканов. Конечно, начало недели для вас довольно-таки напряженное в вашей голове какое-то напряжение, какая-то конфликтная борьба. По восьмерочке чаш видно, что есть люди, которые вас напрягают. Возможно, это то самое общение, от которого вы хотите уйти, разорвать с какими-то людьми, которые вам приносят одни конфликты и огорчения. Возможно, это правильное решение. Друзья, давайте по традиции возьмем дополнительные карты. Ну, я бы взяла действительно на что? Наверное, на социальную вашу жизнь. Что здесь такого происходит? И, может быть, есть какие-то скрытые факторы, на которые вам нужно обратить свое внимание. Давайте по традиции возьмем несколько карт и немножечко поглубже разберем эту ситуацию. Посмотрим, что же здесь у вас такого. Ну, и я думаю, что картам уже достаточно. И мы с вами смотрим. Итак. Уважаемые скорпионы, в чем суть дела? О чем говорят карты? Карты говорят о том, что есть какие-то люди рядом с вами, которые нечестные, нечистоплотные в отношениях. Здесь как идет карта, карта воровства, карта доступности. Возможно, где-то в каких-то делах вот вы до сего момента немножечко были неосмотрительны, в чем-то были опрометчивы. Что-то слишком доступно было для других, да? И, возможно, вот кто-то как воспользовался где-то моментами вашей, так сказать, когда вы где-то теряли бдительность, да? Вот где-то вас мог кто-то обворовать. Или это не обязательно, что вас обворовывают в деньгах. Это кто-то может пытаться воспользоваться какими-то вашими идеями, какими-то вашими проектами. Но в любом случае есть люди, ну и вообще эти карты говорят о том, что есть недоброжелатели, есть недоброжелатели. Где-то слишком с кем-то вы были открыты, слишком вот что-то было на показ, кто-то вам здесь позавидовал. Но карты говорят в любом случае, есть какая-то помощь высших сил и выход из этой сложной ситуации, вот конфликтной, у вас будет найден. Здесь, конечно, кто-то смотрит на какие-то, на ваш заработок. Возможно, вы зарабатываете где-то больше, чем кто-то, и кому-то это не безразлично. И вам вот ставят палки в колеса. Эта карта тоже может об этом говорить. Ну, посмотрите, карта воздуха, карта мечей своего рода, да? Она говорит о том, что, конечно, в каких-то действиях вы должны быть решительны. Если вы решили где-то с кем-то порвать, то вам нужно это сделать. В любом случае, вы должны быть убедительны. И эта карта говорит о том, что прежде чем что-то сделать, вы должны, так сказать, 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. То есть карта мыслительных процессов. Вы должны хорошенько продумать ту ситуацию сложную, в которой вы сейчас находитесь, для того, чтобы выйти из нее победителем. Но действовать нужно решительно. Вот такие вот дополнительные карты для вас говорят о том, что действительно есть какие-то люди, которые нечистоплотные вокруг вас. И на это нужно обратить внимание. Давайте теперь посмотрим карту внизу колоды, которая ответит на ваш вопрос, да или нет. Итак, карта отшельника. Карта отшельника, уважаемые скорпионы, это своего рода карта 50 на 50. Эта карта говорит о том, что многое в вашем вопросе вам еще нужно сделать. Но смотрите, если задавали вопрос те скорпионы, которые занимаются каким-то обучением, конечно, эта карта говорит да. Если спрашивали ученики об учебе, любые практики, магические практики, эзотерические, эта карта говорит да. Если вы спрашивали, нужно ли мне обращаться за советом или за помощью кому-то, эта карта тоже говорит да. Вы найдете помощь и поддержку вам кто-то окажет. Если вы спрашивали, нужно ли мне обращаться к врачу, эта карта тоже говорит да. Но если вы спрашивали, стоит ли мне открывать новый проект, начинать новое дело на этой неделе или вообще, эта карта говорит о том, что пока у вас недостаток какой-то информации, и вы еще не до конца сами во всем уверены. И вам нужен старший советчик, мудрый человек, который мог бы дать вам какие-то советы. И, конечно же, эта карта говорит о том, что на свой вопрос многие из вас ответы вы знаете сами, потому что этот ответ есть в глубине вашей души, вам стоит только его поискать. Эта карта говорит о людей, у которых очень хорошая интуиция. И я думаю, что ответ вы и сами знаете. То есть вы поняли, смотря какой ситуации будет касаться вопрос. Вот такая вот интересная выпала для вас карта. Но в любом случае ответ вы уже знаете. Поищите этот ответ внутри самого себя. Уважаемые скорпионы, я надеюсь, что вам было интересно. Я всем желаю прекрасного летнего настроения, не падать духом, радоваться жизни, получать удовольствие от лета. И я жду вас всех в следующих видео. А сегодня всем до свидания.